Пророчество, книга бессмертия. Глава пятая. Охота на смерть. Ведь наша жизнь словно тонкие нити, словно волоски художника кисти. Может быть, задумавшись, ответил Воскарт. — Расскажи мне, как ты стал охотником? — Это не будет интересно ни мне, ни тебе, — сказал Трагомир. — Ты помнишь наш уговор? — Да, помню. — Ну что ж, начну с того, что мы прибыли в город Зербрас. Он хорошо нас принял. Даже могу сказать, он стал для меня вторым домом. Там Арнир купил мне мои первые черные легкие доспехи. Не прошло и полгода, как перед моими глазами стояла группа охотников, состоящая из двадцати человек под предводительством командира Арнира. И тут началось мое обучение отлову разного рода чудищ. Признаюсь, все это мне давалось с трудом. Иногда я даже думал, что мне никогда не научиться. Но со временем я много усвоил. Но в том была заслуга только моего учителя Арнира. По своему характеру он был горд и в то же время терпелив. Для меня тогда все казалось чудом, и я мечтал, что заработаю много золота, которое отвезу родителям. Одних мечтаний оказалось мало. Год обучения пролетел незаметно. Отношение людей ко мне резко изменилось. Я был уже не тот паренек, вечно бегающий за командиром охотников, а почти настоящим охотником на зверей. Хотя мне и предоставлялись помогательную роль в охоте, ведь я словно был под какой-то магической защитой. И потому звери меня не трогали. Однако затем ко мне начали приходить множество просьб о помощи. Это не были громадные тролли, о которых я так грезил, а стаи оголовных волков, рыскавших возле города, или несколько кабанов, бегущих по деревне. Арнира и это радовала. Рассказывал Драгомир. Минули три долгих года. Однажды в лагерь вернулся Арнир. После долгого путешествия он побывал у богатого лорда. Тот поручил ему собрать команду и отплыть к месту под названием Горное плато, славящуюся дурной репутацией. Ему было велено устранить живущего там дракона любой ценой. Им обещалась весомая награда. К тому времени Драгомир возмужал духом, но телом практически не изменился. Он также худ и бледен. Во время охоты он часто замечает, что звери замирают перед ним, боятся его. Даже тролль пятился назад, после чего на него скидывали сеть. Так Драгомир прослужил верой и правдой три года. Затем беспрекословно последовал за Арниром в далекие земли, плывя на корабле. Вечерний закат, как же он красив. Оранжево-красный язык и пламя вволакивают желтое солнце, переливаясь в разнообразные оттенки. Он прекрасен. Что-то непостижимое, такое далекое, заставляет задуматься, о многом поразмыслить. Будто чей-то желтый глаз взирает на людей, создавая им судьбы и вмешиваясь во все происходящее, но оставаясь незамеченным и незримым. Так думал Драгомир, плывя на корабле по неизвестному ему морю. Волны бились о борт судна, отчего оно покачивалось из стороны в сторону. Морской прохладный ветерок надувал белоснежные паруса. Коровый плыл легко и непринужденно. Давай охотникам немного отдохнуть. Не спится, Драгомир? Спросил Арнир, подходя к юноше. Не могу заснуть, когда в душе много мыслей. Проговорил Драгомир. О чем ты думаешь? Что ждет нас впереди? Неизвестность всегда пугала меня. Главное, чтобы дракон не спугал. Если честно, то я тоже немного напуган. Ведь люди больше всего на свете боятся смерти. В той башне я думал, что погибнул. Тот страх напомнил меня целиком. И я потерял всякую надежду. Драгомир, скажи, наконец, что было написано в той книге? Твердо заявил Арнир. Странно. Но я по-прежнему помню те строки. Король обвиняет деву за победу. Лжецы растерзают его за корону. Героичье имя неизвестно народу. Погибли пронесет в дар дракону. Время застынет для плача похорон. Тело врагов станут пищей для стаи ворон. Явле покажется тот бессмысленный сон при выборе одной из равных сторон. Удивительно. А ты никогда не думал, что это твое пророчество? Думал. Но я не вижу никакой связи его со мной. Правдиво говорил драга. Строфея. Герой, чье имя неизвестно народу, погибель принесет в дар дракону. И ясно сказано о том, что ты победишь дракона. И это случится завтра. Я в том уверен. Ты веришь этой старой книжонке? А почему бы и нет? Хоть какая-то надежда нам бы и не помешала. И к тому же мой ученик станет охотником драконов. Принесет нам победу над зверем. Это самое настоящее счастье. Не заблуждайся, произнес драгомир. Книги дарут знания. А поступки совершаем именно мы. Тебе не понять, Как трудно жить без надежды на что-то светлое. Дело, как знаешь. Но я знаю одно. Через несколько дней мы выясним правду. Судно причалило к каменистому берегу. Показалась огромная горная равнина. Местность без капли жизни. Выжженная земля. Полузнишие деревья. Постоянный густой туман. И непривычно ужасный холод. Самое лучшее место для обитавшего там дракона. Мир отчаяния. Мир страха. Людей, переживших смерть. А может, это плач дракона, Нависший над этой грустной местностью. Или тьма человека, Не имеющего смысла цели, Терпения, храбрости. В нем только отчаяние. И больше ничего. Ничего того, что могло бы изменить Следующий ход судьбы, Игрока вечную игру, Соревнование с самим собой, За право сделать правильный выбор. В короткой жизни слишком много счастья, А в длинной жизни слишком много горя. А может, это заблуждение, Или всего лишь испуг, Пронизывающий людей каждый день, Давая им понять, что они живы, Когда они побеждают свой страх, Становятся чуточку сильнее И немного смелее. Но кто стоит за всем этим? «Трагомир, ты проснулся?» «Не стой, как вкопанный, помоги нам!» Прокричал Арнир. Пятеро человек с трудом толкали Что-то похожее на огромный арбалет. «И это наше оружие против дракона?» «Как-то глупо оно выглядит!» С полусондах мылкой сказал трагомир. «Это глупое, как ты выражаешься, Должно точно сводить любого зверя. Главное, меткий выстрел», Говорил командир охотников. Назвали эту машину «Вороном» И не спрашивая, почему. Тридцать три человека направились прямиком в пасть зверя. Кто-то из-за мечты, денег, Отрусности, гордости. Но из-за чего бы они и шли, Впереди только две дороги. У каждого лишь два исхода. В этом люди и звери схожи. Проходя сквозь время И цепляясь за каждую нить, Рано или поздно закончится путь И начнется новый. А каким он будет, выбирать не нам. Потому что мы слепы, Мы закрыли глаза на истину, А немели от лжи, А глохли от скорбей. Зачем? Мы и сами не знаем. Но иногда догадываемся, Словно то проблеск света. Но этот луч одинокий, еле заметен. И что же мешает нам разжечь огонь веры? Ответ прост. Вода под названием слез. Драга признался Арниру Перед неминуемой схваткой. В детстве отец рассказал мне отрывок Из своей жизни. Он говорил о том, Что сражался на войне с чужеземными племенами, В которой они одержали победу. О восторюбивом темном короле. И насколько я помню, Отец рассказывал о горной местности, Где произошло сражение. Арниру, Ты что-нибудь знаешь об этом? Спросил юноша у командира охотников. Не хотел бы я Тебя огорчать, Но раз уж ты спросил, То я отвечу, Брагомир. Послушай меня, Все было немного иначе. Правда, Была война. И хотя король был Самолюбив и Самоуверен, Он понимал, Что не победит в этой битве. И сколько бы воинов Он не собрал, Армия врага Все равно была Многочисленной его армией. Что ты хочешь этим сказать? О том, Что однажды король решается Просить помощи у дракона, Который впоследствии Помогает Востолюбивому безумному королю Одержать победу Взамен На самое дорогое И бесценное, Что может быть у правителя. Отец Не мог Мне лгать Горько Воскликнул Юноша Конечно Он говорил Правду И не сомневайся Твой отец Воевал Но чтобы Скрыть правду От людей Король Расселил Войнов Подальше От столицы Этим Он скрыл Свой Позор Тогда Как же Ты узнал Об этом? Мне Мне нужно было Собрать Кое-какую Информацию О драконе И невольно Наткнулся На старые Летописи В которых Было написано Практически Все Кроме Одного Так и Неизвестно Что именно Король Отдал Взамен На помощь Значит Ты хочешь Получить Золото Дракона? Может И что-то Другое Интересно Что же Это Самое Главное О серии Истории Это то Что Дракон Через Несколько Месяцев Предстал Перед Королем После Чего Правитель Людей Умер В своем Замке И как Как Ты Наверное Уже Догадался Та Тварь На которую Мы Сейчас Идем Охотиться И Есть Тот Древний Дракон Прощаться Жизнью Или Не Найти Смысла Жизни Что Сложнее Не Найти Смысла Жизни Ответ Легок Как Облака Которыми Мы В детстве Так Любуемся Вся Истина В нас Глубоко Внутри Нераскрытая Книга Тайн И Неизбежных Деяний Каким Они Будут Выбирать Нам Вписывать Строкой За строкой Новые События Действия Залить Полотно Черной Краской Или Цветом Быть Любимен Или Никогда Не Обернуться Оставить Загадку Для Будущих Поколений Оставить Память Для Людей Которым Мы Были Дорогие И Кто-то Уже Раскрыл Свою Книгу Он Идет Вперед Невзирая Ни На Что Может Повернуть Назад Но Не Может Еще Несколько Шагов И Вот Оно Ущелье Дракона Окруженное Скалами Древним Развалом Усеяна Земля Поделенившие Камни Торчат Из-под Черного Грунта Атмосфера Смерти И Угнетения Преследуют Путников Самого Прибытия Дрожащие Руки Клацание Зубов Охотников От Холода От Страха И Крупица Надежды Где-то Далеко Или Совсем Близко Пришли Все Приготовились Зарядить Ворона Покричал Армир И эхом Отдались Его слова По ущелью Охотники Зарядили Баллисту Изогнутой Стрелой Трагомир Не Подведи Меня Можешь На меня Рассчитывать Я выступлю Вперед Надеюсь Что дракон Не станет На меня Нападать Жарем Ответил Юноша Ну что ж Приступим К охоте Победонос Нас командовал Армир Замбросил Колки И дождь Бьющий По лицам Охотника С каждым Шагом Их сердца Начинали Клотиться Все сильнее И сильнее В их душах Замелькали Множество Мыслей Но ни одна Из них Не давала Связных Мгновений Истин Дойдя До середин Ущелья Они Не нашли Они не нашли То Что искали Только Гнилые Камни И гнев Наполнявший Пустые От страха Сердца Армир Вижу Обещанный Дракон Неужели Мы столько Готовились И проделали Такой дальний Путь Ради Этого Спросил Один Из охотников Он должен Быть здесь Я уверен Ответил Командир В чем Ты можешь Быть Уверен Посмотри Вокруг Мы не Видим Ничего Того Что Напоминало Б Дракона Думаете Я солгал Я Уж Командир Вы должны Доверять Мне И верить Мне Сейчас Мы подчиняемся Своим Глазам Мы Уходим Со Страхом Говорили Они Неужели Страх Так Овладел Вами Что Вы Испугались Дойти До Конца Сказал Армир А затем Обратился Дракомир Дракомир Надеюсь Ты Не пойдешь С ними Я За кем Пойду Так Только За тобой Верно Верно Но я же сам Начинаю думать Что моя жизнь Стала Бессмысленной Резко Подслышались Звонкие Отчетливые Голоса Он Здесь Что Он Здесь Зверь Напал Неожиданно Пролетев На своих Огромных Как летучие Мыши Крыльев Дракон Опустился На уходивших Охотников Разбросав Их в разные Стороны А некоторых Отбросил На чудовищные Расстояния Несразмерные С жизнью Черно-серого Краса Блесчащий Измененной Кожей С мощными Когтистыми Лапами С плыкастой Пачкой Зрыгающей Огонь Таков Был Дракон Десяток раз Больше Людей И убивающий Все живое Он не испугал Охотников Они Разно Похватились И перед Явной Опасностью Обрели Воню Храбрость Ведь страх Это прихоть Людей Со слабым Духом Драгомир Понял Тогда Что его Час Настал И что Из сил Побежал На помощь Охотникам Которые Тем временем Усеренно Обстреливали Дракона Из Арбалетов Драгомир На секунду Остановился Чтобы взглянуть Желтые Глаза Зверя И устремился Навстречу Дракону Затем Он Ощутил Ужасную Боль Пронизывающую Все его Тело Это был Взгляд Дракона Не давший Никакого Шанса Приблизиться К нему Дракон Словно Говорил В его Голове Твои Приобретенные Чары Здесь Тебе Не помогут Ведь Это Я Создал Драгомир Открыл Глаза Окружение Стало Размыто Только Очертания Фигур Постоянно Перемещающихся И Одна Мерзко Черная Было Слышано Как Арнира Отдает Приказы Как Охотники Устреливают Изболисты Рев Дракона Разошелся По Ущелью Они Попали Прямо В шею Зверя Разум Стал Прясняться Прагомир Собрал Все силы Которые У него Остались Невзирая На бой Он Посмотрел Вокруг И Нашел Меч Арнира Упершись На него Словно На трость Юноша Встал И Направился К месту Сражения Дракон Тем временем Совсем Обезумел Из его Рана На шее Сочилась Черная Кровь Рев Его Был Ужасен Хвостом Среди Арбалеты Стреляем По Конечности И Примерно Восемь Человек Начали Обстреливать Огромные Лапы Дракона С каждым Выстрелом Приковывая Его К земле Звер Смик Как будто Уже Верил Свою Участь Он Смотрел На своих Врагов Истекая Кровью И Тяжело Дыша Изображая Потерю Сил Дабы Во Внезапности Обрушиться Ну Людей Дай Мне Мой Меч Драгомир Попросил Арнир Я Хочу Чтобы Люди Знали Что Именно Этим Мечом Был Побежден Ужаснейший Из Драконов И Помог Мне В моем Подвиге Драгомир Сердрак И Взявши У Юноши Меч Он Горко Зашагал К Огромной Туше Умирающего Зверя Драгомир С остальным Охотник Смотрел Им Вслед Как Он Грациозно Выставил Блестящий Меч Сторон Для Замаха Глядя В Глаза Твари Убившей Стольких Людей Как Дракон Открыл Свою Пасть Как Проводилось Пламя Настигающие Командир Охотников Как Храбрый Арнир В последние Секунды Своей Жизни Бросает Блестящие Меч Направление Головы Зверя Который Летя Через Обжигающий Огонь Чернеет Тлеет Но Настигает Цели Пронзив Единственное Незащищенное Место Горта Неящего После Чего Дракон Пожираемый Собственным Огнем Умирает И Маленький Сличок Уносится Ввысь Пламя Погасло Как И Погасло Пламя Жизни В командире Охотников Чье Имя Было Арнир Что Ты Ощутил Тогда Задал Вопрос Оскарт Боль Пламя Отчаяние Сжигающие Душу Вот Что Во мне Было Тогда Я Потерял Друга Хотя Думал Что Ничего Подобного Просто Не Может Произойти Я Потерял Близкого Мне Человека Моего Наставника Это Не Описать Словами После Смерти Арнира Я Обезумел Так Как Тот Дракон Впоследствии Вытащил Тот Черный Меч Из Костей Зверя Меч Обжигал Мои Руки Он Был Закален Пламенем Дракона Меч Был Проклят Как Мне Тогда Объяснили Но Боль Моего Тела Было Ничто По Сравнению С Боль Душевной Пророчество Сбылось Но Не Я Стал Тем Героем А Арнир Он Герой Убивший Дракона Ценой Своей Жизни И Я Ничего Не Смог С Этим Поделать Это Была Его Судьба Трагическая Судьба Он Был Великолепным Охотником И Хорошим Командиром Он Всегда Ругал Меня За Мою Самоуверенность Хотя Он Был Таким Же Это Его И Погубило Но При этом Он Успел Меня Многому Научить И Многое Показать В жизни Я Много Раз Думал О том Если Бо Я Не Встретил Тогда В Товерне Что Бо Ж Было В Конце Размышлений Я Понимал Не Было Приначертан Тогда Встретить Его И Пойти За Ним Я Рад Что Встречал Его Хотя Это И Привело К Смерти Близкого Мне Человека Ответил Драгомир Значит Пророчество Сбылось Но Что Же Было Дальше Спросил Принц Пусть Это Останется Моей Таймой Это Правильно Что Мы Погранили Его Именно Здесь Думаю Он Хотел Чтобы Его Погребли На Месте Своей Последней Битвы Драгомир Мы Конечно Понимаем Нам Тоже Горестно Но Нам Нужно Возвращаться Сказал Охотник Идите Приготавливайтесь Я Скоро Приду Только Еще Немного Побуду Здесь С ним Сказал Драгомир Уходящим Охотника Юноша Склонился От могилы Погибшего Охотника Похоронил На месте Своей Смерти Посередине Огромного Ущелья Вокруг Только Тишина И Покой Дождь Прекратился Уже Должен Быть Рассвет Но Его Все Нет Стало Немного Теплее Но На Сердце Холодно И Появшийся Странный Туман Потревожил Траур По Герою Програмир Встал С земли Мгла Все Больше Сгущалась Стало Почти Ничего Не Видно Где-то Вдали Появилось Неясное Свечение Оно Приближалось К юноше Чем оно Подходило Ближе Тем Четче Виднелись Очертания Человека И И вот Она Стала Совсем Рядом Это Была Девушка В Белом Платье От Которой Сходило Яркое Белое Свечение Странного Света Она Казалась Прекрасной Ее Белоснежные Волосы Руки Также Были Изящны Ангельское Лицо Серебристосер Глазами Смотрящими На Драгомира Она Сматривалась Его Заплаканные Учи Кто Ты Спросил Драгомир У меня Множество Имен Вы Люди Зовете Меня Смертью Ответила Девушка Окруженная Светом Так Ты Пришла За Мной Никогда Бы Не Подумал Что Смертью Столь Прекрасно Удивленно С восхищением Сказал Юноша Ты Не Боишься Меня Похвально Это Мне В тебе И Нравится Мой Маленький Мальчик Драгомир Севраг Ты Столько Натерпелся За Свою Жизнь Особенно Когда Погиб Твой Друг Соболезную Тебе Скрыв Улыбку Говорила Она Но Я Пришла К Тебе Не За Этим А Затем Чтобы Сделать Тебе Предложение Весь Наш Разговор Будет Касаться Только Одного Пророчества Сказал Смерть Пророчество Ты Смеешься Надо Мной Оно Не Сбылось Это Я Хочешь Знать Не Погиб Ли А Ренир Не Открыв Ты Эту Книгу Я Тебе Отвечу Он Все Равно Бо Сражался Драконом И Умер На Месте С Тобой Или Без Тебя Его Судьба Должна Быть Моей Власти А Не Во Власти Этой Книге С Той же Нежностью Говорила Смерть Может Я Просто Сплю Это Всего Лишь Сон Сказал Себе Юноша Тогда Проснись Улыбай Сказал Дева Что Ты Хочешь От Меня Пришла За моей Жизнью Отчаянно Молвил Трагомир И Если Б Все Было Так Просто Дело В Том Что Я Не Могу Роководить Твоей Судьбой Ты Полностью Зависишь От Книги Под Названием Пророчества Но Я Знаю Кто Решил Спорить Со Мною И Я Всех Истреблю Ведь Только Мне Позволено Творить Судьбы Кроме Твои Сказала Смерть Значит Я Победил Смерть Уверенно Ответил Юноша Не Обольщайся Твое Первое Пророчество Скоро Окончится И Тебе Нужно Будет Искать Новое Но Зачем Тебе Этот Глупый Поиск Эта Бессмысленная Борьба Не Унималась Смерть Я Хочу Сделать Тебе Предложение Оно Заключается В том Чтобы Ты Забыл Про Эту Мерзкую Книгу И Стал Служить Мне Стань Моим Верным Слугой Повинуйся Мне Ты Станешь Истинно Бессмертным Так Каков Твой Выбор Трагомир Спросила Смерть Кажется Я Обрел Свой Новый Смысл Жизни Он Заключается В том Чтобы Бороться Против Тебя Смерти Ведь Смерть Забирает Моих Близких И я Не буду Никому Подчиняться Ни тебе Ни Кому Либо В детстве Гуляя Возле Темного Леса Я Много Мечтал О том Что Для Меня Приначеркнена Высшая Цель Теперь Я Понимаю Что Она Заключается В борьбе Против Тебя Уверенно Сказал Драгомир Я Знал Что Ты Так Ответишь Ты Просто Не Представляешь Какая Власть Была Б Тебе Дана Но Ты Сделал Свой Выбор Обрек Себя На Страдание Глупый Глупый Даргомир Тебя Ждать Поставили Поиск Этих Книг Зачем Тебе Это Для Чего Жалостя Жалостя В голосе Спросила Дева Потому Что Человеку Нужен Выбор И Я Его Сделал Ответил Юноша Посмотрим Справишься ли ты С этим Но Прежде Чем Уйти У меня Для Тебя Есть Подарок Который Изменит Тебя И Рано Или Поздно Образумит Мы Еще Встретимся С тобой Даргомир Сдоль Презрения Сказала Смерть Свечение Девушки Пропало И Она Плавно Опустилась На землю Туман Так же Быстро Рассеялся Как и Появился Чувство Смерти Ушло Даргомир Сел Возле Девушки И Туда Она Открыла Глаза Дотронувшись Рукой До лица Юноши Отчего Ему Стало Тепло Его Сердце Заклотилось Бешеной Скоростью Недавно Перед ним Стояла Смерть А сейчас Перед ним Красивая Девушка Глядящая Ему Прямо В глаза Смотря Смотря Друг На друга Они Пытались Понять Кто Ж Они Это Могло Бы Продолжаться Вечно Мой Спаситель Ласковым Голосом Сказала Дева До земли Дракона Спаситель Спаситель Моё имя Моё имя Арния Крутко Ответила Девушка Ну что ж Отдыхайте Нас Ожидает Долгая Дорога Уходя Оповестил Деву Драгомир 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 Продолжение следует...